В советское время наш регион считался помидорным краем. Урожая было столько, что его не успевали убирать и приглашали на уборку студентов из других республик. Кто бы тогда мог подумать, что через 30 лет томаты у нас станут почти дефицитным овощем. Который год дачники и огородники не знают, как спасти помидоры. Кусты начинают чахнуть в самый неподходящий момент, как только начинает созревать урожай. Наболевшие проблемы делятся в своем тематическом чате. Сос в этом году с помидоркой вот так. Каждый день выбрасываем по несколько кустов. Что мы только не льем на них и под них. Гниют и все. Вначале обрывала нижние помидоры. Думала, дальше нормальная пойдет. Но, увы. Ну вот больной томат. Как определить, что он больной? Ну, видно, у них цвет неравномерный. И он уже понятно, что внутри есть стержень. В районе Терновки целых 5 гектаров поля пропадает. Еще совсем недавно ничего не предвещало беды, рассказывает агроном. Сейчас на поле смотреть больно. Поздние томаты могут не дождаться массовой уборки. Кусты поражает вирус. Ранние сроки посадки. Они еще как успели дать урожай хороший. Хороший. А вот позднее заболели. Особенно начали болеть после уборки зерновых. Весь вредитель из зерновых культур сюда на зеленые культуры перешли и начали болеть. Вот он, первый признак поражения вирусом. Листва начинают желтеть, а на стеблях появляются вот такие черные полосы. Вирус на томатных плантациях разносят насекомые. Тля, цикадки и другие мелкие букашки. Так было всегда, утверждают специалисты, даже в советское время. Почему же в последние годы аграрии и огородники проигрывают в битве за помидорный урожай? В НИИ сельского хозяйства пояснили, одна из причин – глобальное потепление с теплыми зимами. Для размножения насекомых – идеальное условие. Растения, наоборот, из-за жары теряют иммунитет и становятся более слабыми. Вот такие солнечные ожоги на помидорах давно никого не удивляют. Насекомые, чем выше температура, тем больше популяции. Значит, их становится все больше. Если растение по габитусу в два раза меньше стало, а насекомых в два раза больше. Значит, четырехкратная нагрузка получается. Выход есть – выращивать томаты только в теплицах. Турция давно перешла на такой способ. Там, в открытом грунте, помидоры вообще не сажают. Огромные современные тепличные комплексы зарабатывают сотни миллионов долларов, снабжая томатами 53 страны мира. Возможно, в будущем так будут работать и наши аграрии. Пока же ученые ищут способы, как защитить растения. Удаляем конус тычинок и остается только пестик. Вот оно – таинство рождения нового гибрида. Кастрация одного цветка и перенос пыльцы на пестик с другого растения. Такие детали обычно остаются за кадром. Ирина Узун, ведущий научный сотрудник лаборатории послёновых культур, показывает, с чего начинается селекция. Работа под стать ювелирной. И вот итог шестилетней работы. Томат, который не будет болеть. Стояла задача, чтобы меньше применять химических средств защиты. Эти семена можно будет в этом году уже приобрести и высадить на своём приусадленном участке томаты с густым опушением, которые в меньшей степени будут поражаться тлёй. И, следовательно, меньше будут вирусных заболеваний. Новый гибрид под названием «Седой граф», который вывели приднестровские селекционеры, способен сам защитить себя от вредителей, разносчиков заразы. Всё благодаря опушённости листьев и стебля. Насекомые, которые переносят вирус томатной мозаики, на самом деле очень мелкие и нежные создания. Для них вот эти маленькие волоски на томатах – настоящие непроходимые джунгли. Подобные научные разработки только на картофеле сейчас ведут и в Сибирском отделении Российской академии наук. Идею учёные подсмотрели у природы. Растения с ворсистыми листьями практически не болеют, потому что не подпускают к себе насекомых. Нам удалось у одного частника увидеть вот такие вот густые опушённые томаты, но они были мелкие, не совсем вкусные. Но мы обратили на это внимание и взяли семена. И уже в дальнейшем вот так вот проводили гибридизацию. То есть висевали на следующий год гибридные семена и проводили отборы, чтобы был более крупноплодный. Без коллекции нет селекции. Ирина показывает, над чем ещё сейчас работает её лаборатория. Это томаты будущего. Их ещё нет на прилавках, и когда появятся, пока неизвестно. Коктейльные, перцевидные, в форме удлинённой сливки и даже в виде куба. А по этим плодам сразу и не поймёшь, что это на самом деле – помидор или баклажан. Оказывается, нынче это модный тренд – фиолетовые или коричневые помидоры. Будулай, сливка, шоколадная, чёрная жемчужинка. Одним из последних направлений, которым занимается как в Евросоюзе, так и, естественно, в России и у нас – это создание коричневоплодных томатов. Чем темнее томат, тем он полезнее. В коричневом плоде содержится в два раза больше ликопина, чем в красном. А ликопин – это защита организма от инфаркта, от инсульта, от раковых заболеваний. Ирина показывает рабочий дневник наблюдений. Это как амбулаторная карта на каждое растение. Вес плодов, устойчивость к болезням, время посадки, созревания и обязательно вкус. У большинства гибридов пока нет даже названий. Одни цифры. Из сотни вариантов селекционер обычно выбирает один, самый достойный. Пушистый седой граф можно будет посадить уже в следующем году. И посмотреть, действительно ли этот помидор сам себя защищает и не болеет. Алла Горбатенко, Михаил Белый, Александр Зелинский. Отражение. 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 Отражение.